У нас очень многие политики, они... У нас здесь только один в вышиванке, заметьте. Они допомогают... Он всегда был в вышиванке, он всегда ходил в ней. Один в режиме, один в камуфляже. Я даже на канале Интер на прошлой программе тоже был в вышиванке. Значит, я хочу дополнить одной вот яркой краской. Я всегда очень чётко отличаю настоящего добровольца от политической устрицы, которая пиарится. Настоящий доброволец, он не помнит, сколько чего помог. А политики, они як шпак. В фильме Иван Васильевич меняет профессию. Три портсигара импортных, восемь бронежилетов отечественных. Они помогают для того, чтобы это всё перечислить. Вот правому сектору, вот Олег Мольфор, я ему организовывал грузовик. Им передали в Днепропетровске, вам передали. Я не помню всего, что там было, потому что я каждый день занимаюсь, а я дурак не помню. Политики до рубля всё помнят, у них выборы, а мы дураки не помним. И вот у нас с Берёзой есть одна общая тема, которую вот мы решили вместе затронуть, она нам обоим близка. Это мой старый близкий товарищ по Майдану. И у нас ведь есть одна партия, которая, к сожалению, не представлена здесь. Мы её хорошо знаем. Она у нас давно завелась. Это партия Гречкосеев. Она представлена совершенно разными политическими силами. Я пошёл на выборы и вдруг обнаружил. Оказывается, покращение життя по Януковичу потихонечку начало наступать. При Януковиче, знаете как, ну они были лгуны и подонки. Они выпускали 100 тысяч тиража, указывали 500, врали сволочи. Вот мы сейчас живём по-новому. Я не буду показывать от блока Порошенко. Я вам подарю. Тиража нет вообще. Понимаете? Вообще его нет. Мы живём по-новому. А почему вы решили, что это натруковал блок Петра Порошенко? А потому что этот депутат Сольвар идёт по моему округу. А почему это не провокация, например? Оно лежит в каждом киоске. Мало того, послушайте, я вам дальше скажу. Вот газета того же депутата. Я вам её тоже подарю. Там нет выходных данных. Я возьму, но это может быть такой же провокацией. Послушайте, но Сольвар, послушайте, я вам дам все доказательства. Я вас расстрою. Я вас расстрою. Одну фразу, я хочу сказать, это же не в одном округе такое. Это во всех округах. Вот я, например, по троечниям баллотируюсь. У меня та же самая проблема. Депутат от партии Петра Порошенко, от блока Петра Порошенко, мы его поймали за руку, ну не его лично, а людей, которые раздавали гречку. Вызвали, милиция приехала. Я хочу, что я вам точно туда поперю. Конечно. И у нас понимали. Малые городки, кто посылал блок Петра Порошенко. Приехали люди. А знаете, что происходит дальше? Провокации во что? Телеканалы приехали. А дальше происходит интересная вещь. После этого появляются тетушки. Я вам сейчас сюда. После этого появляются непонятные какие-то люди. Критики взялись о тетушке, у блоки Петра Порошенко. Вот видите, как все... Давайте я закончу, я вам объясню, где они взялись, наконец-то. Послушайте, закон очень жестко ограничивает всех нас. Мы не имеем права нарушать. Мы не можем оказывать бесплатные услуги избирателю. Не можем. Депутат от вашего блока уже второй месяц бесплатно возит людей в Киев. И оказывается, когда мы потащим его в суд, и вот здесь, ребята, начинается самое интересное. Когда мы возьмем и скажем, что Гитлер расстреливал евреев, а Гитлер нам говорит, это не я. Это фонд благотворительный имени Гитлера, а я тут ни при чем. То есть это фонд имени Гитлера, извините, Сольвара. У нас дарят скорые помощи, пожарные машины. В Европе за это наручники и тюрьма. А у нас, кричкосеи, объединились. Вот сейчас еднатыся всех партий, всех сил... Ну, не всех, извините, не всех. Не всех, но сейчас еднатыся. Я сейчас от миллионов украинцам скажу этому Сольварью. Блин, как вы заеднали уже. Заеднали нас всех. Поэтому через год разогнать чертовой матери. Потому что, извините, вот этого навалом. Все, 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 господи Корнецкий, а давайте дадим отрежусь за слово господи Корнецкого. У тех, у самих людей, які тут звинувачивали в чомусь блок Петра Порошенка. Ви абсолютно правильно сказали. Я потягну до суду. Так, тягни до суду. Окремих ваших представників. Нет.